Тему экологии затронули на выставке живописи «Разноцветный мир», открытие которой состояло в стенах Магнитогорской картинной галереи. На ней магнитогорцам представили работы именитых живописцев, умело раскрывающих в своих полотнах красоту и многообразие природы нашей страны. Воснецов, Яблонская, Бритов, Тюленев. В период Советского Союза именно этих прославленных живописцев гремели по всей стране. Выставленные в Третьяковской галерее и Русском музее, их работы собирали толпы поклонников пейзажной живописи, которые уверяли, что передать красоту природы лучше, чем это делают художники, просто невозможно. Считая, что сегодня живописцев незаслуженно забыли, Магнитогорская галерея решила собрать их картины в единую экспозицию, чтобы познакомить с ними новое поколение. Самое главное, наверное, при подборе, это было выбрать те работы, которые могут вызвать хорошие, добрые эмоции у человека. То есть в год экологии мы хотим сказать, что изобразительное искусство это в первую очередь та составляющая, которая, наверное, сохраняет экологию нашей души. В новую экспозицию, собранную из фонда в галерее, вошли 33 работы прославленных мастеров, и абсолютно каждая из них шедевр. Свою картину «Беление холстов» знаменитый Аполлинарий Воснецов написал еще в 1908 году. Уже тогда она получила самые лестные отзывы критиков, которые заявили, что художнику удалось передать своей работе исконно русский колорит. Просто здесь вот есть эта врощенность человека в пейзаж, да, и есть еще такое понятие русско-крестьянской жизни, которые не позволяли себе излишеств, которые не убивали животных, если им не нужно было это для пищи, не рубили деревья. Они понимали, что все это в дальнейшей жизни пригодится. А вот питерский мастер Виталий Тюленев всеобщее признание получил не сразу. За авангардизм и попытку совместить разные виды изобразительного искусства его работы категорически отвергались. Своеобразную красоту его картин сумели разглядеть лишь к концу 80-х годов прошлого столетия. Но почему нужно работать только в рамках реалистической живописи, да, и вообще реалистического искусства? Я думаю, что в свое время художнику вот эта критика, она немало беспокойства доставила. Но время все расставило по своим местам и показало, что он имеет на это право. Там вот мягкая кисть, там нет четких конкурсов, все расплывчато, все тает в тумане. То есть все-таки мир предстает таким волшебным, загадочным, хотя явление может быть рядовое. Немалую известность в советскую эпоху получил и узбекский художник Нигмат Кузыбаев, которого прозвали поэтом городского пейзажа. Совершенно поэтичный пейзаж весенний, с цветущим миндальным деревом. Все вот это понятие вообще жизни, вот идеальной такой жизни, идеальной среды. То есть когда архитектурные сооружения, они все оживлены именно цветущими деревьями, вообще жизнью как таковой, потому что дерево – это опять-таки символ жизни. Подобные истории есть у каждой работы. Словом, придя на эту выставку, готовьтесь отдать ей немало времени, потому что оторваться будет просто невозможно. Кстати, чтобы у зрителей не осталось гнетущего ощущения, уходящей в истории эпохи полотна мастеров решили дополнить работами молодых художников. Великолепно выполненные, они весьма органично вписались в экспозицию, наглядно показав, что природа во все времена будет оставаться одной из главных муз для художников.